Пушкин, Лермонтов, Крылов, Ахматова, Акуджава. Эти великие русские поэты в 2024 году отмечают юбилейные даты со дня своего рождения. Именно им посвятили конкурс организаторы поэтического марафона. На участие было подано более ста заявок со всей Самарской области. В финал вышли 15 чтецов. Кристину Чумаченко из села Кротов, Кокиналь, Черкасского района в их числе. На суд жюри она прочитала стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Сожженное письмо». Готовь я, ничему душа моя не внемлет. Уж пламя жадное листы твои приемлет. Девушка рассказывает, во время подготовки к конкурсу досконально изучила историю создания произведения. Это помогло проникнуться, лучше вжиться в роль. Пушкин был в ссылке, и у него был роман с женой начальника. Они очень сильно привязались друг к другу. И потом, когда Пушкина решили сослать в другую ссылку, вот уже в Михайловское, вот эта вот жена начальника, она заказала два персня и сказала Пушкину, чтобы он носил его до конца дней. И он выполнил свое обещание. Оценивать выступление непросто, признается член жюри конкурса, поэтесса и декламатор Наталья Ростова. Все готовились и старались. Интерес к русской литературе, который проявили участники марафона, уже дает им право претендовать на высокую оценку, признается Наталья. Выступления участников оцениваются по артистичности, по декламации, по тому, насколько жюри будет понятно, каким образом этот текст человеком озвучен, как он человеком понят, как он преподнесен, насколько эти стихи понятны и отзываются в душе, вот этот весь смысл, который там вложен, раскрыт ли он чтецом. Областной поэтический марафон проходит уже третий год подряд. Его организатор – Самарская областная библиотека для молодежи. Мы это проводим для того, чтобы участники и молодые люди прониклись и вспомнили строки русской поэзии. Поэт жив, пока живы его строки. Поэтому мы призываем всех участников и желающих читать и вспоминать наших русских поэтов. В завершении конкурсной программы для собравшихся выступили студенты Института культуры. Галина Топилина, Сергей Баскин. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова